С вами снова Коутон и это патч 5.14. Естественно в этом видео не будет терлиста и подробного обзора Гэнфлэнка, потому что я не играл неделю. Все это будет в неделю спустя, поэтому подключайтесь. Окей, начнем. Худ апдейт. Я посмотрел, как он выглядит в игре. Посредственно, честно скажу, посредственно, но мне понравилось пару вещей. Во-первых, мне понравилось, давайте посмотрим. Здесь даже она вроде как есть, нам показывается здесь. А в рангедах ее, кстати, нет. То есть в рангедах, насколько я знаю, этой штуки нет. Во-первых, мне понравилось то, что можно посмотреть статы. Это очень удобно и мне понравилось расположение вещей. Что мне не понравилось, вот эти вот портреты. Слишком много занимает место, причем место очень важного. Ну, прямо там, где как бы идут тимфайты. Еще, что мне крайне, крайне и крайне понравилось, это карта. Карта новая, ну, божественная. Очень удобно, очень классно сделана. Теперь карта реально показывает все и вся. Сколько мининов, где пуш идет. Очень удобно. Что, естественно, я думаю, всем не понравилось. Это расположение тиммейтов, расположение бафов, дебафов. Сделано не очень удобно. И вот эта, конечно, штука тоже неудобно сделана. Плюс экспа тупо. Ну, в общем, я надеюсь, это можно будет со временем кастомизировать. Посмотрим. На данный момент этого в рангедах нет. И слава богу, карта в рангедах есть. И тоже, слава богу, потому что карта офигенно сделана. Кстати, здесь еще счет показывается, тоже удобно. Окей, гэмплинг. Я сказал, что подробного не будет обзора, но пару вещей я могу сказать о гэмплинге. Что изменилось за гп в плане геймплея? Нифига не изменилось. На мой взгляд, гэмплинг как был, ну, банальным ваншотером, да, то есть Infinity Edge Trinity, так и остался. То есть, в этом плане ничего поменяться не могло быть. Как джанглер не тестил, не в курсе. То есть, эти бочки выглядят все реально круто. То есть, можно будет их там подкачивать, взрывать и так далее. Посмотрим. Пара комп появилась у гэмплинга вот этих вот ваншотерских. То есть, вы ставите бочку, взрываете ее автоатакой, после этого сразу из-за этих парлей и так далее. То есть, очень большой бурст у гэмплинга. Дэмэджа очень много ауешного. Но в тимфайтах он все еще сквишовый. Хоть и апельсинка теперь неплохо хилят. То есть, в целом, если говорить про витамизацию, ничем не изменилось. Но более подробно мы поговорим о нем попозже. Миссфорчен. У нее также был Visual Update, но реворку, в отличие от реворка гэмплинга, у нее не было. И это очень печально. Потому что МФ всегда была персонажем, который славился своей ультой. Что теперь делает ульта? Да, у МФ гладит, как это не безращенно звучит. Да, первый сезон это была эра МФ. То есть, эра доминация на линии. Конец вроде 2-го, 3-й сезон это был Генжи МФ со своими ультами. Маленькой полезности на ультах било больно. Поэтому персонаж был сильный. Когда ульта не бьет, и МФ не играется. Ку теперь наносит больше дэмэджа, если вы убиваете крипа, через которого. Ну, крипа или вражеского чемпиона, через которого вы делаете давлап. Импьюршот теперь активирует пассивку. И также уменьшается у нее кулдаун 16-12, что довольно-таки приятно. Но не забывайте, что пассивка также сбивается. То есть, максимум, если говорить про тимфайт, когда у вас фокусит, вы на полсекунды получите пассивку. Хватит этого или нет? Определенно не хватит. Но в любом случае может быть приятно. И Мэйк и Трейн меньше замедления в лейтгейме, больше замедления в орлигейме. Что, естественно, это баф. Ари Чарм теперь не заставляет плясать монстров в лесу. Азир. Азиру сделали, наверное, все же два нерфа. Один это полу нерф полу баф, а один это чистый нерф. Теперь пассивка Азира не дает атак спид за кулдаун редакшн. А учитывая, что Азиры, как правило, рашили кулдаун редакшн и там, вы получали приличное количество атак спида. Плюс к этому синий баф и таланты, там руны мастерис. Получалось, что вы получали 40% кулдаун редакшн. Насколько я помню, 50% атак спид было. Теперь Эрайз, то есть Вэшка дает атак спид. А Эрайз максится последним. Ну, по крайней мере, максился. А сейчас, я думаю, тоже будет макситься последним. Получается, что если вы собираете Морел на Микон, но у вас нет синего бафа, вам нужен 15 ло. Если вы собираете, то 17 ло, но в 18 ловле это баф. В целом, это чуть-чуть небольшой баф эрли гейма, потому что вы получаете на втором левле 20%, да, то есть сразу. Или даже на первом вы берете, то есть 20% атак спида. Но это нерв мид гейма. Ну и гиперлейты это плюс 10% атак спида. Шифтинг сенс. Окей, что такое шифтинг сенс? Это подкидывание Азира, которое теперь не дает подкидывание. Ну, в общем, перемещение. Это убивает, так сказать, вот эту комбу, которую совершенно невозможно было законтрить. То есть вы использовали Е, потом прямо под конец использовали Ку. То есть перелетали еще дальше, чем нужно. И цель подкидывалась, вы делали флэш и использовали тупо Тауэр. То есть, естественно, это нерв. Это нерв на протяжении всего, чего только можно. Это нерв ленинфазы. Это нерв вот этого 6-го левела откидывания. Это нерв кимфайтов. Нерв всего, чего только можно. Если говорить, Азир будет играбельный как персонаж или нет. Естественно, Азир будет играбельный. Азир это гипер-кэрри, лейтгейм, безумный рейндж и так далее. Естественно, Азир будет играбельным. Здесь даже думать не надо. То есть, если вы мейните Азира, то Азир будет все еще сильным. Но в лейтгейме. Лейнинг фаза у него стала послабее. Тимфайты у него стали послабее. Поэтому, я считаю, что это правильное изменение. Потому что Азир... Я не могу сказать, что он был прям дисбалансный. Но против него играть было слишком неприятно. Поэтому, окей. Дариус едет, теперь дает вижен. Эко практически не пикает в соло-куб. Больше я знаю, что его все еще в танка собирают в лес на ЛКС. Ну, кому это нахрен интересно. Уменьшили монокос-ку, минус 10. И уменьшили в Орлигейме кулдаун на Е. Ну, в целом, изменения, конечно, приятные. Сделает ли Ако играбельным пиком в соло-ку? Вряд ли. Элис. Немножечко информации по Элис. Почему Элис была дисбалансной? Я не говорю про самый первый патч, когда вышла Элис и стояла на топе. И против нее чисто физически было невозможно лейнить. Потому что, если вы подходили к крипам, вы получали ку на пол-хп. Я не говорю про ку в форме паука, я говорю про простое ку. Окей. Что за счет чего Элис была дисбалансна? Она была дисбалансна тем, что набрала третий или четвертый лавал, то есть в зависимости от того. Вставала в кусты. То есть, как вы понимаете, кустов на карте много. Если вы эти кусты фейс-чекали, вы умирали. Потому что кокон длился полторы секунды стандбул. Как можно было outplayed, так сказать, Элис? А никак. Вы не могли ничего с Элис сделать. То есть, если вас ставила Элис кокон, вы умирали. Если вы ганкали топ, а Элис оказывалась в кустиках, знаете, то есть ситуация стандартная. Стандартная ситуация третьего сезона, да? То есть, за вас играет, например, Ирелия, против вас играет Ринектон. То есть, Ирелия очень хорошо байтит. То есть, вообще прекрасно. Вы влетаете там на каком-нибудь Лисине. У Лисина дофига дэмэджа просто. Идет прессинг. Ринектон от флэш. Вы думаете, все, это мой килл. Вы летите на ку и получаете в рожу кокона и умираете за стан. То есть, реально, вы умирали за стан. Вас ставили перед фактом. Вы сделали ошибку. Это являлось ошибкой. Что произошло потом? Элис нерфили. То есть, нерфили дэмэдж, дэмэдж. А потом и понерфили Е. То есть, длительность стана была полторы секунды. Стала секунды. И Элис стала бесполезным говном. Хотя ее продолжали пикать и продолжали на ней сосать. Я думаю, никто не любил, когда Элис пикалась к нему в команду. И теперь Riot Games наступает на те же грабли. Совершенно на те же грабли, на которые они наступили в прошлый раз. Элис делал дюрейшн кокона на первом ранге не полторы секунды, как было. А с одной секунды увеличили до 1,6 секунды. Неплохо, да? Учитывая, что вот этот вот рунглейф появляется. То есть, появился рунглейф, который дает очень много дамага. Бафнули маску, которая является кором на Элис. Бафнули релай, которая является кором на Элис. И в целом Элис является АП Ассасином, которых сейчас в лесу практически нет. Ну, к примеру, это Ева, ну может быть Диана, да? Но про Ева чуть позже будет. А Диана, ну она не Ассасин, понимаете? Она персонаж 6 ловла. А Элис как раз это персонажер гейма. То есть, в этом плане Элис очень сильно бафнули. Уже даже это изменение нам говорит, о боже, мы хотим играть на Элис. То есть, реально, я буду лично играть на Элис, потому что я в принципе на ней играл не очень хорошо, но умел играть. То есть, а-ля там, ну если сейчас перевести, это наверное мастер Элла где-то было. Поэтому Элис уже хороша. И второе изменение, которое является также вторым бафом. Маленькие паучки теперь дамажат Мэйджиком. То есть, что это означает для нас? Паучки, как правило, в фокусе цель, которую вы бьете, но если вы стоите в контроле, то они могут переключиться и так далее. То есть, или если вы бежите, там, примерно, такого плана, они дамажат Мэйджиком. Значит, они прокают Леандри. Плюс к этому они теперь эскалируются от вашего Мэйджик Пенетрэйшна, что также является очень хорошим бафом. Увеличили также им рейт с 0.1 до 0.15. Учитывая, что паучков вроде 4, это прилично. То есть, это увеличили, считайте, на 0.2. И увеличили им Мувманс Пит, что также хорошо. Элис стала сильной. Элис стала очень сильной. Но, опять же, это скиллбейзит пик. То есть, если вы думаете, что вы возьмете Элис и начнете разрывать все, что только можно, нет. За нее есть своеобразный геймплей. И этому геймплею надо учиться. Окей, следующий пик. Второе по Ассасинам в лесу. Ева. Здесь я хочу открыть Википедию. Одну секундочку. Блин, подождите, неудобно. Открою Википедию. Во-первых, чтобы сразу понимать, что такое Ева. Ева это уникальный персонаж для Лигу Флэтмс. Почему? Это персонаж, у которого есть стелс, но который является танком. Почему я говорю, что Ева танк? Потому что ее статы, ее базовые статы, плюс ульта, которая дает также очень и очень приличный щит, делают Элис настоящим танком. Если вы думаете, что Элис это чистый Ассасин, который должен собираться в Люден и так далее, вы не правы. 91 армор, 91.1 армор, 2060 хп, плюс еще прирост мэджик резиста, дополнительный МС, который снимает замедление плюс щит в районе от 900 до 1500, как правило, в лайфгейме, и очень хороший атак дэмэдж. Это делает Еву прекрасным АП бруизером. В этом плане Элис уникальна как персонаж. А другой такой персонаж это Диана, но у Дианы немножечко более offensive билд, поэтому это другое. Окей. Это первое. Второе. Давайте посмотрим на Q. То есть я пока изменения для вас не читал. То есть изменения Q. А мэджик дэмэдж был 40... Ладно, не суть важна, это нам не важно. А прирост, что неприятно, у этой обилки увеличивается прирост от АП и бонусного АД, когда вы апгрейдите эту обилку. Ну, то есть повышаете лову на первом, на втором, на третьем ловле и так далее. Но у этой обилки очень сильно растет монокост. То есть был 12, стал 36 при максимуме. Куда он не уменьшается. Рейндж не уменьшается, в этом плане ничего не уменьшается. Окей. Реведж. За лавел дается плюс 40. То есть давайте посмотрим. 35, 70, да. 70, плюс 40 дэмэджа. И также очень сильно увеличивается атак спид. То есть по плюс 15%. Увеличивается монокост, но это нам не важно. Окей. Теперь перейдем к изменениям. Хейт спайк. Уменьшается дэмэдж. Был максимальный дэмэдж на пятом ловле. 100. Теперь 80. Как я считаю, нужно будет играть за Еву теперь. То есть за Еву теперь нужно будет максить Е. О, да. То есть вы берете Q на 2 или на 3. То есть с такого плана, чтобы чистить ЛЕС. Учитывая Bufferum клейвел в этом патче и в предыдущем патче, в этом патче его немножечко увеличивает дэмэдж. И при Максе Е вы будете ваншотить пак крипа в лесу. То есть просто ваншотить. Ваша задача найти такое количество, ну такой левел хейт спайка, при котором вы будете спокойно зачищать лес быстро. То есть чтобы разница между, например, хейт спайком на 2 или на 3 не было как будто у вас хейт спайк на 5. С рунглейвом это возможно. Является это нерфом Евы? Да, естественно. Во-первых, вы будете меньше наносить в вашей спамящей обилкой. Но у вас будет гораздо больше бурст. У вас будет более сильный тимфайт и ассасин потенциал, потому что вы еще будете получать дополнительный атак спид, и вы будете как бы сидеть на цели и просто ваншотать автоатаками и вот этим начальным бурстом. Особенно учитывая рунглейв. В этом плане Ева совершенно не изменилась. Это просто нерф Евы ближе, наверное, ну вот в самом early game в плане зачистки леса. Это нерф уже в каком-то лейте, но учитывая, что вот эти 20 демэджа в лейте, это просто смешно. Это просто смешно. Будет ли Ева играбельна? Определенно она будет играбельна. Учитывая, что ей еще и бафнули замедление с ульты на 10%, это также хорошо. Это вообще прекрасно. Ева все еще сильна. Ева все еще got tier pick и ни в коем случае не скидывайте ее со счетов. Я напомню, на первом ранге Ева Q стоит 12, на последнем 36. У вас никогда не будет проблем с маной, если вы будете максить Е. Калиста. Теперь Q будет правильно использоваться в прыжке, то есть сразу после того, как вы завершили прыжок, вы будете использовать Q. До этого у вас мог быть пролаг. Рамбл довольно-таки интересный баг, о котором я, если честно, не знал. Теперь Q не будет дамажить цели в зоне. То же самое про эквилайзер. Я, если честно, такого никогда не видел, но, наверное, такое есть. И вот это я точно видел. А Q имеет рейндж, то есть там рейндж какой-то определенный. И иногда Q дамажило цели, которые были дальше этого рейнджа. Ну, я лично такое замечал часто, особенно когда вы убегаете из огнемета, и у вас уже, по идее, дэмэдж не должен был пройти. И он все равно проходит. Будет ли рамбл сильным? О, да. Рамбл будет сильным в любом случае, поэтому забейте. Ничего не изменилось. Следующий. Райз. Нерв в пассивке был 10 секунд, стало 6. То есть это вот момент настакивания, что очень хорошо. Райзом... С райзом очень сложно было из-за этого трейдиться, потому что вот эта пассивка, она просто бесила до ужаса. У него там три стака, он автоатачит просто автоатаками, да, и вы 10 секунд ждете, потому что к нему подбегать, когда у него настаканная пассивка, никто не хочет. Оверлоуд. У них меньше ли дэмэдж, меньше ли прилично. То есть было на макс левле 200, стало 160. То есть минус 40 дэмэджи, естественно, это серьезный нерв. Спелл флаг. Также нерв дэмэджи и нерв атак, ну, ability power rate. Был 0,3, стало 2, дэмэджи был 116, стало 100. Это нерв райза. Будет ли райза грабин, я честно скажу, я вообще не знаю, потому что райз какой-то дисбалансный в хламину, ну, и если я скажу, что он бесполезен, а потом он зауешит со статой 50-0 у вас в рангере, я не думаю, что вы мне скажете спасибо. Окей. Тахм Кенч. Наверное, Таам Кенч, но мне пофига. Я сказал, что персонаж, когда он вышел, меня спросили, что ты, как ты относишься к Тахм Кенчу? Я сказал, персонаж говно, потому что не ульта говно, в общем, в целом, да? Я оказался относительно прав и относительно неправ. Прикол Таам Кенча заключается в чем? В некотором роде это уникальный саппорт. То есть, это саппорт с процентным демеджем, у которого демедж не ауешный, а бурстовый по таргету. То есть, я приведу пример. Что такое процентный, ну, что такое Леона, да? Это таргетный демедж дилер, который ваншотает вражеского, ну, там, АД Керри или АП Керри, то есть, в зависимости от того, чего он там ваншотнет может. Что такое Тахм Кенч? Это немного другого плана персонажа. Тахм Кенч – это персонаж, который может спокойно, если он идет в своеобразный Керри Билд, что я подразумеваю под Керри Билдом. Керри Билд – это, к примеру, Рандуин Тормейл. То есть, это не стандартный саппорт билд. То есть, Рандуин Тормейл, плюс новый, например, саппорт итем, который дает армор, для меня это чистой воды Керри Билд. Если Тахм Кенч идет в этот Керри Билд, он может спокойно убить один на один большинство топперов и большинство джанглеров. То есть, естественно, он не может убить, например, Джакса, но какого-нибудь персонажа типа Ренектона, я уверен, Тахм Кенч может убить Лейти. То есть, я просто уверен. У него неадекватный дэмэдж с пассивки Сэрс, просто с пассивки и сжирание там вообще-то сумасшедшие цифры. То есть, он может вас сожрать на тысячу дэмэджа. На мой взгляд, Тахм Кенч в этом плане очень хорош. Плюс к этому, что самое, наверное, важное, когда речь идет о Тахм Кенче, это его неадекватное сжирание. То есть, эта обилка божественна. Вы можете сожрать вашего тиммейта, вашего оппонента вы можете сожрать. То есть, использование у этой обилки просто уйма. В этом плане обилка божественна. Это, наверное, одна из самых лучших обилок за саппорта вообще в игре. То есть, например, Барр, да, это персонаж чисто одной обилки. Вот этого его кушка. У Тахм Кенча все немножечко лучше, потому что у него неплохая обилка в плане ну, Ку, то есть, вот этот вот язык. Она неплохая. Его, кстати, бафнули. Был 220, демэдж застал 260. Жирание просто божественно. То есть, щиток делает его более-менее затанкованным. Очень хороший скилл от ХП. То есть, прекрасный демэдж с пассивки на ульте. Его, кстати, тоже бафнули. Был 4,6%. Стал 4,8%. Кулдаун также уменьшили. Проблема Тахм Кенча в том, что у него совершенно нет ульты. Вот это вот ульта, это как бы, ну, типа твистед фейт, она не... Ну, она не тимфайтер, это ингейдж ульта. Причем, кстати, не самое хорошее, я так скажу. У Тахм Кенча очень много проблем, но персонаж классный. То есть, реально классный, реально играбельный. Если вы хотите играть на саппортах, я, в принципе, могу его посоветовать. Окей, война. Война Хэна. Тамбл. Что у нас тут? Я вспомню, я читал. Война у нее теперь регистрировалась автоатака будет не после того, как она долетела до цели, а прям сразу как бы будет до цели фигачить. Ну, то есть, смотрите, вы, например, используете Ку, вы только начали, у вас только вылетел болт, у вас инстантом идет кулдаун на Ку. А до этого было, что Ку должна была долететь. Это баф войны, это баф серьезной войны. То есть, это эквивалентно в некоторых случаях, в некоторых случаях где-то 15% кулдаун редакшна. То есть, сами можете, ну, сами можете понять, что это баф войны. 15% кдр, это когда цели уходят от вас на чем-то. Обычно это где-то в районе, наверное, 50 кдр будет. Но это баф войны. Ясу, что мы имеем на Ясу? А, он иногда не прокал, как это называется, эта фигня? Блин. Когда вы использовали Е плюс Ку, да, у вас иногда не прокал, ну, он хит-эффекты, там, например, Боттерк, это баф Ясу. То есть, является ли это серьезным бафом Ясу? Нет. Но все равно, все равно баф. Я все равно, верно. Окей, Хантерс Мачета. Увеличили Манрек. ХП-рек бы вы увеличили, блин, вот реально увеличили бы ХП-рек, я бы сказал вам спасибо. Но Манрек, это, то есть, это баф персонажей с Маной, в частности, это баф каких-нибудь Сиджуани, может быть, это какой-нибудь баф Мастеру, у которого Мана, если синего бафа нет, вообще не хватает. А Еву, это небольшой баф первой зачистки. Ну, парочки персонажей, вот именно на первой зачистке, это баф. А является ли это чем-то геймбрейкинг? Нет, определенно не является. Я вообще не согласен с этим изменением, потому что я считаю, что Мачета, это кусок говна, который нужно вообще просто удалить из игры и сделать их в первом-втором сезоне в джангле или всех с Клосс Армором. Как бы, и проблем с этими джанглитами больше не было. Ну, ладно. Рунглейв. Нерф Рунглейв, с которым я относительно согласен, относительно не согласен. Почему произошел этот нерф вообще в целом? Он произошел по банальной причине, гребаный из рио. То есть, какой нерф? А теперь АУЕ дэмэдж не прокает по мининым и не прокает по вражеским чемпионам. То есть, АУЕ дэмэдж чисто лесной произошел. И так же не конвертится вся ваша автоатака в мэджик дэмэдж, что так же является, ну, наверное, нерфом. Блин. Понимаете, я не понимаю риотов. Они из сезона в сезон ошибаются с джанглитами и делают их лейнинг и тумами. И у них такое ощущение, что они никак не могут это исправить. Хотя на самом деле это исправить не так сложно. Просто башкой надо думать и не делать изменения джангл, ну, вот итемов, что их можно собирать. То есть, а-ля не надо делать шиновый джанглитом. Оставьте магуса, добавьте ему просто монорека джангл крипов и все. Тогда не будет чертовых апоизрилов на миде, которые у вас будут ваншотить. Теперь джанглеры, которых, кстати, не очень много, которые собирают лейв, учитывая, что сейчас все играют с чертовым девауэром, они получили нерв. Является ли этот нерв сверхъестественным? Нет. Этот нерв не является чем-то, что геймбрейкинг для Евы или джангл эко, если уж вы хотите или Дианы. Ни в коем случае. Это не является сверхъестественным нервом. Но все равно это неприятно. Лично для меня, человека, который всегда хочет, идеальные статы и так далее. Мне хочется, понимаете, собирать итемы, которые не нерфили. То есть, вот у меня вот такая вот в голове идея фикс. Я хочу собирать итемы, которые бафнули, а не собирать итемы, которые понерфили. Это неправильно. Но с другой стороны, черт, но неприятно, когда нерфится итем тупо из-за ублюдков, которые его собирают на мид. Из-за гребанного из рилла. Ну, является рунглейф чем-то полезным сейчас, конечно. рунглейф это сейчас топ-2 джангл Итон. И Ева, и Элис, и Нидели, и Диана, все его будут собирать и прекрасно с ним себя чувствовать. Окей. Еще здесь, что я хотел бы сказать. Вот это изменение, я, если честно, не понял, что оно делает, точнее, как оно накладывается. Кабунглейф наносит двойной дэмэдж по первому монстру, то есть джангл крипу, по которому вы нанесли. Вот здесь вопрос. Идет дополнительный дэмэдж шина или в целом увеличивается дэмэдж в два раза? То есть при первой там, например, вот я просто приведу пример. То есть Ева, да, я пока в игру не заходил, извините, не тестил, я только приехал. то есть Ева подходит, использует Ешку, то есть увеличится дэмэдж Ева в два раза или увеличится только дэмэдж шина. В любом случае, если увеличится дэмэдж только шина, это где-то плюс 100-120 дэмэджа, бурстового дэмэджа по джангл крипу. Это хорошо и при контр-джангле, и при зачистке леса. Это прекрасно также работает, к примеру, при забирании драконов, при забирании нашоров. Это очень хороший баф. То есть является лет геймбрейкинг бафом. Если там увеличивается весь дэмэдж, то есть например с автоатаки еще, то это вообще геймбрейкинг. Потому что вы будете бегать по вражескому лесу и ваншотить джангл крипов. Если увеличивается дэмэдж только шина, это в любом случае приличный баф. Это хорошо. Окей. Суммируем. Рунглы все еще сильные. Зеки. Про Зеки я уже говорил. Повторюсь. Зеки голд эффективный. Арт с не очень хорошими статами, потому что на нем есть мана. То есть ну сами понимаете мана но она не всегда нужна и не на всех нужна. Я вообще если честно я не согласен с тем что Riot геймс пошли по пути вот а-ля добавления маны на итемы которые по идее могут собирать все. То есть рунглейв мана. Естественно вы не хотите теперь его собирать на какого нибудь зака или на какого нибудь того же фидла учитывая что там шин или же вы не хотите его собирать на кто там еще с маной джанглят в общем не суть вот этот мана это неприятно если говорить про вот этот вот итем да зеки но вы не хотите его собирать на какого нибудь так мкенчу которого прекрасный прирост маны и мана в целом не нужна вы не хотите его собирать на на саппортов у которых в целом нет маны то есть ну такие же саппорты есть мне сейчас башка думает плохо поэтому я уже и не вспомню но такие саппорты есть плюс к этому здесь есть армор который также не является идеальным статом для саппортов если вы хотите армора итем то естественно вы хотите собрать итем который дает хп аниману то есть это например андуин или же вы хотите пойти в зоне но в этом плане арт в любом случае он хорошенько голд эффективен и его пассивка которую он дает то есть 20% ability power и 50% крита это охрененная пассивка то есть этот итем будет собираться и будет собираться практически всегда и практически на всех может я конечно сейчас и преувеличиваю практически на всех но собираться он точно будет и это хорошо потому что саппортом на мой взгляд нужны вот такие саппорты хотя 50% critical strike это перебор я думаю они знаете как сделают они сделают 25 ability power 30% крита я думаю в конечном итоге будет где-то так ок ну это финанс фигня рифскаттер был багнут и досрекап я не удивлен что риоты опять обосрались досрекап показывал 3 минимальных дэмэджа которые по вам сделали а не максимальных дэмэджа которые по вам сделали то есть в прошлом патче досрекап был опять же багнутый в принципе все что я могу сказать патч ок патч понравился мне или нет патч где-то 6 из 10 то есть мне не понравился естественно нерв ева хотя ее нерфить надо было мне очень понравился бафелис мне понравился нерв азира если говорить про реворк генплинг пока я не восхищен и мне понравился нерв райза то есть да есть парочка вещей которые мне понравились но опять же патч проходной патч не особо важный и есть вещи которые в этом патче я бы определенно поменял то есть к примеру вот этот вот мачете баф баф мана не нужен нужен баф хелс регена а не мана в общем патч 6 из 10 ок всем спасибо за просмотр с вами был колотон сегодня я стримить не буду потому что мне нужно разгрести кучу дел а стримить я буду ребят завтра может быть поиграем с улокушку и естественно покоментим старладдер ок все ребят пока Brill блин era 2 баф 2 3 2 3 2 Продолжение следует...